Здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман, вы на канале Камарачи, я вас всех рад приветствовать в очередном видеоролике по русской рыбалке 1.6. В этих сериях мы ностальгируем, окунаемся в прошлое, в воспоминания, в приятные моменты и все те кто играл в эту версию рыбалки, все вспомнят старое. Что хотелось бы сказать прежде всего, прежде всего что я потратил все деньги которые мы заработали в предыдущей серии, я купил все удочки и мне хватило как раз еще на эхолот. Конечно эхолот тут работает просто отпад на 250-250 см, как он так работает я не знаю, может быть, может быть, короче нет у меня мыслей почему он так работает. О, вот эта вот красноперка вообще очень крутая, тут даже, понимаете, тут даже подсекать не надо рыбу, то есть она тут сама. Кстати, мелочь я думаю вообще не стоит ловить, вот вот эта вот мелочь, она на пробел мы не можем, да, мы никак не можем ее сбросить. Пипец. Значит придется ловить походу. Не получается у меня ее сбросить. А, вот или вот так. А, ну это уже крупненькая клюнула. Так, ну нам надо вытащить вот эту, вот эта очень хорошая рыба, она мне кажется где-то килограммчик а так на два даже. Гляньте, как она просто катушку нашу составляет. Офигевать, если можно так выразиться, гляньте. Мам, да желтый. Эх, сорвалась, да е-мое. Офигеть. Офигеть, сорвалась такая рыбеха. Обидно. Блин, еще моя собака гнида лает. Тут рыба срывается. О, вот-вот, вот эту, вот эту надо вытаскивать рыбу, вот эту надо вытаскивать. Сейчас будем стараться ее вытащить. До желтого, наверное, лучше не доводить, потому что большой шанс срыва. Будем доводить до маленького желтого. Как только желтая начинается полосочка, сразу же будем припускать. Я думаю, килограммчика два мы так уже ловим. Эх, не достал. Давай. О, полтора, полтора. Полтора килограмма, это тебе не у бабули сметану покупать. Это уже серьезно. Это очень серьезная рыба. Но правда долго ловить, ребята. Реально долго. Она так долго тянется. В других версиях рыбалки это как-то все оптимизировано, стилизировано и как-то для людей. А тут-то не для людей. Здесь сделано для того, чтобы человек офигевал. В прямом смысле этого слова. Вот, тут можно... А, не работает. По-моему, в этой рыбалке работает. Должен работать этот баг. Так, когда ты одновременно нажимаешь, оно и тянется, и припускается. Странно. Странно. Нет смысла ловить на пустой крючок. Нифига себе ты пророк. В принципе, ты прав, друг. Нету смысла ловить на пустой крючок. Но попробовать можно. Думаю, ничего прям страшного не случится. Вдруг клюнет. Ой, помню, когда-то ловил, забыл, не забыл, пришел и мало хлеба взял с собой на рыбалку. А ходил рядышком на прудок, на знакомый. И надо было, естественно, на хлеб ловить. Ну и мало взял. Не думал, что рыба сожрет весь хлеб. Мой маленький кусочек. И мне пришлось, естественно, идти домой. За хлебом. Я пошел домой. Взял еще, короче, хлеба. Прихожу, а у меня что-то клев перестал как-то нормально идти. Что-то как-то вялое. И я решил поэкспериментировать. Думаю, а что будет, если там с камыша, там, знаете, этот... Корень, корень подцепить. Кусочек. Еще там что-то. И начал пробовать. Честно, я не помню. Там какие-то семена с дерева сыпались. Я решил на семена найти, попробовать половить. Рыба как клевать начала. С этих семян. Я не знаю. Просто вообще. Жесть. Ну и, короче, у меня тогда получилась рыбалка. Неплохая рыбалка. Скажу вам на эти семена. Потом на следующий день я пришел. Или не на семена, или на ягоды я ловил. На какие-то. Ты что сюда пить приехал? О! Нормально. Нормально, нормально. Не говори. Про вафливы, рыбу. По-моему, на ягоды все-таки. На какие-то я ловил. Типа волчьих. И рыба очень неплохо на них ловилась. Я хочу вам сказать. На эти ягоды. Я был очень удивлен. В замешательстве даже. Как так думаю. Нифига себе. А потом на какой-то мы пруд ездили. Я малой вообще был. И у нас тоже. Ну, мы тогда на тесто ловили. У нас тесто закончилось. И мы, помню, намешали хлеба с глиной. С глиной. С мулякой. С этого. Получилась такая тестообразная тоже масса. Я вам хочу сказать. Рыба тоже клевала. И клевала пипец. Она как одуревшая просто была. И знаете. Ну, не малек вот этот. Который там 5 сантиметров. Ни в коем случае. А клевали именно нормальные, достойные такие экземпляры. Грамм так по 250. Так по 300, наверное. Прям такие хорошие рыбки клевали. Ну, я иногда поражаюсь. В нашей рыбной фауне. Они иногда эти рыбы. Всякие. На всякую хрень клюют. На которую, я не знаю. Даже и в мыслях не приходило. Что рыба может на такое клевать. А оказывается она не то, что может. Она еще и просто в шоке от такой приманки. Она дуреет. Она хочет еще. И клюет. С очень такой серьезной активностью. Знаете, уже приходится задуматься. Нифига себе. Действительно ли это происходит. Или на самом деле может нет. Ну, блин. Ну, почему нельзя скинуть. Ё-моё. Сначала купите. Чего? Сначала купите пластид. Это что такое? Можно купить бомбу какую-то. Серьезно? Офигеть. Прикольно. Мне это нравится. Надо купить. Надо будет зайти этот. Сейчас еще чуть-чуть половим. Зайти. Если реально можно бомбу купить. Посмотреть, сколько она стоит. Если она стоит недорого, то прикупить пластид. И... Ну, я думаю, она будет дорого стоить. И бахнуть на этом водоеме. Посмотреть, сколько мы рыбы сможем поймать. Блин, ну это прикольно, конечно. Пластид, офигеть. Полтора килограмма. Ну, неплохо, неплохо. Рыбка идет хорошо. Ну, правда, долго очень она ловится. Если вне видео так посидеть, часа два, наверное, половить, можно неплохо денег поднять. Даже очень хорошо денег поднять. А потом их растратить. Вот, одномоментно. Но сейчас зайдем, глянем пластид. Может, можно реально пластидика прикупить. Тогда жизнь пойдет более интересно. Ни в одной рыбалке я не пользовался никакими взрывами. Никакими этими. Давайте глянем. Прямо аж заинтересовался я. Я вообще-то браконьерство не люблю. Но это ж игра. В игре можно. Две пятьсот. Ну, как четко. Так, смотрим. Ну, это катушки, понятно. О, так мы можем таким макаром накопить на самую крутую гудочку и куда-нибудь рвануть. Мы даже уже накопили... Ну, конечно, не уже. Еще такая одна ночь, точнее день, и мы накопим на самый хороший эхолот. Ручинка, прикормка, анисовое масло, отруби. Так, ладно. Ладно, нету, да? А ну-ка здесь. Мышь, твистер. Пластида нету. Вот тварь, а не собака. Так. Семь тысяч. Самое такое удилище, самое мощное на сто семьдесят килограмм. На сто семьдесят, вы представляете? Вот в этой рыбалке считалось сто семидесятикилограммовое удилище. Это все, это просто маст хэв. И оно стоит семь тысяч долларов. Если посчитать на калькуляторе, по-быстренькому, сейчас, давайте, семь тысяч, мы умножим на шестьдесят пять. Четыреста пятьдесят пять тысяч, охренеть. Это, короче, пол ляма, одна... Говно, подождите. Достала собака. Прямо вот под окном, вот как специально, понимаете, прямо аж бесит. Так. Пластида я не нашел. Где же его, где же его можно купить? Лицензии всякие, но нам они вообще не нужны, эти лицензии. Недвижимость. Двадцать тысяч дом тут стоит, нет. Я думаю, надо запар будут купить себе, потому что запар это прикольная тема. Но запаре, мааа, пылесосить. Так, давайте продадим всю рыбу на один доллар. Ох, как много. Мы по-любому с вами так мир захватим. Требуется двадцать шестой разряд. Ага, ага, ну понятно. Это все понятно. Пластин, где купить? Вот я что-то прям аж прям... А может его только ночью продают, а? Может его ночью прям можно купить? А ну-ка давайте зайдем еще в шашлычную. Аким, вы можете контактировать так. Нажмите на его имя, которому приложена фотография. Активно, чтобы начать диалог, кликните по имени два раза. Тыдыдынь. Можно подумать, ты сюда пить приехал. Так, а ну-ка давайте два раза. Да нет, я что-то не могу с ним. Холодное пиво. Странно. 300 разряд это, конечно, он мощный. А, еды нельзя нигде купить. А, не, вот гастроном. В гастрономе можно батон, тушенка. Давайте купим туш... Че, надо захотеть вот так покупать? Серьезно? По одной штуке? Да ну нафиг. Ладно, давайте купим всего по чуть-чуть. Пицца сколько у нас стоит? Бутерброд. И... И... Давайте все-таки зайдем опять сюда. О, уже этот тип смылся. Меню захаваем. Ну, давайте вот мяска захаваем. Че мы как лохи? Мяска надо. Поесть. Трофеи. У нас нету ни одной пойманной рыбы. У меня сейчас идея подождать ночи. Ну, правда, это, конечно, долго будет. Значит, в следующей серии мы попытаемся у этого... Я не знаю, кто там у нас. Аким, не Аким, Пиким. Купить пластид. Если он его, конечно, продает. Или, может, он в магазине появляется. Я не знаю. И попробует на него что-нибудь взорвать. Взорвать, поймать. А ну-ка, на Б. Сначала купи пластид. Надо купить пластид сначала, ребята. Без пластида мы не можем взорвать. В принципе, это, конечно, логично. Так и должно быть. Без взрывчатки мы ничего не можем. Блин, я... Я просто пропускаю рыбу, реально. Это мне напрягает, ребят. Хреново я что-то рыбачу. Именно в этой версии прям вообще очень хреново. Поэтому прошу прощения за мои вот эти вот косяки. Мне, правда, здесь неудобно. Я никак не могу приловчиться. О, ну тут хоть кнопки работают, переключения. Хоть это радует. Слава богу. Не сильно все потеряно. А вот здесь вот никак. Нет, никак. Вот только вот... Только мышкой. Только мышкой. Но по пластиду прям реально интересно. Кто, кстати, знает, как купить или как что, напишите обязательно в комментах. Потому что мне действительно интересно по поводу пластида. Если мы можем бахнуть, я бы хотел вообще просто... Меня даже интересует, как это будет происходить. Взорвать пластидом что-то. Он, наверное, будет стоить бешеных денег. Поэтому, я думаю, надо ловить рыбу, подкопить деньжат и уже потом... Их пока никуда не тратить. Вообще никуда. И потом уже, конечно, непосредственно за эти деньги купить эту взрывчатку и взорвать все к чертям собачим. И посмотреть, сколько ему рыбы, естественно. Интересно, есть вот ограничения типа пластид можно кидать, к примеру, там, да, один раз в неделю, к примеру. И все. Или нельзя. Или, может, штрафы какие-то есть прикольные. Но это мы с вами все проверим, потом все протестируем. Но кто знает, пишите в комментах. Потому что мне реально интересно, как это все осуществляется здесь. У меня такой обновы не было, когда я в то время играл. Пластида у меня точно не было. Так, у нас немножечко цели поменялись. Кроме самой крутой удочки и... Ну, самая крутая, не знаю, правда, сколько мы будем копить на нее. Но крутая удочка, крутая путевка куда-нибудь на крутое озеро или реку. И половить там некоторые экземпляры рыб. Это у нас остается в приоритете. И, естественно, приоритет остается пластид. Закупить. Ну, ладно. На этом мы заканчиваем нашу серию вторую. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте видео. И поделитесь, если вам не сложно, со своими друзьями. С вами был Герман. Канал Акомарачи. Всем до скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok